небольшая печаль к приключилась у меня пошел я чтобы снять вам шикарное видео я его снял я его отредактировал в программе невероятное было хорошее видео я уже подготовил прокомментировал я написал комментарий красивый там прямо красиво показал москву купола здание в котором находится ретро блоха и что вы думаете я решил освободить место на телефоне и удалил исходники оказывается программа на которой я записал видео чтобы уже выложить она не сохраняет сама по себе то что я уже вот эту первую часть первой серии похода в 1 ретро блоху как образовал в этой про передать программе в общем вместе с удаленными файлами удалилась и итог остались только титры в этой программе смешно но факт теперь я это знаю я ж только познаю youtube и все эти дела и все программы и механизмы ну так вот идти заново снимать уже не было времени но я когда-нибудь схожу а сейчас покажу вам что я в итоге купил там была такая невероятная ваза когда я ее увидел она еще увидел потому что она италия и какой на цене я просто мы моему моей радости не было предела да в общем сейчас покажу что купил и выложу в этом видео конец а конец он тоже там много снята тоже интересно но без начала как я показываю вам вход как он оформлен там очень красиво очень интересно ну ладно я все равно навещу это место еще раз и все вам покажу а сегодня вот то что есть то я вам и продемонстрирую сейчас самой покупки распаковка человек нет это не то что я купил это было куплено ранее такой у меня уютный уголочек но вот что я купил в этот раз на блошинки это вот эту кружечку кружечка с тарелочкой и ложечкой это называется красиво жить не запретишь мне конечно как умного человека нужно было посмотреть чтобы вам сказать что обозначает буковка г и я это видел но с моей памятью я ничего не помню хорошо я сейчас буду составлять видео и я посмотрю и напишу в титрах что это за марка ну такая нежнятина я такое конечно люблю отставляю в сторону покажу чуть ближе в идеальном состоянии ни одного скола нету буду пить и в этом чай кофе и показываю вам вазу о которой я говорил вазон который мне достался я таком мечтал она очень большая фарфор с кракелюром как кракелюр вы знаете да что такое это вот естественные трещины у меня есть очень старинные часы когда нибудь я вам тоже покажу с таким же кракелюром и трещинами кстати знаете вы или нет но как определяется старая вещь или уже более молодого возраста у старых антикварных вещей золото она желтая а у современных она уже с красна такая огромная большая ваза спереди есть розы а сзади нету сзади она пустая так сейчас вот такая она сзади там немножко была смола я ее часть убрал на часть еще не доубирал но это не так страшно потому что сама ваза впечатляет неудобно мне кто-то рукой и крутить ну да ладно ничего страшного ну в общем такая вещь очень доволен я этой покупкой показываю дальше вот эти тарелочки вы знаете да как проверяется фарфор фарфор проверяется на на свет на лампу видите прозрачная цвет моей люстра почти до бирюза фарфор он прозрачный и этот фарфор он на кузнецовский я их такие тарелочки уже видел и хотел такие нужно сказать о самом магазине о самом магазине потому что это мои друзья конечно же зная меня знаю что я в принципе известный человек они мне сделали хорошую скидочку это вдвойне приятно но чем хороший магазин тем что там можно найти то что даже ты не ожидаешь смотрите что я нашел видимо не видимо точно самодельная вещь я ее буду даже сам носить такая совушка интересная механизмы часовые внутри заработаны до каким-то бисероплетельщиком прикольная штука и когда я увидел впечатлился и в общем они мне подарили итоге эту штуку так показываю дальше что я купил я купил у них все таки для своих показов три сумки винтажные сумки это в 60 и 70 годы плетение верхняя часть соломка здесь что вот этот я не знаю как то называется латунные застежки и сегодня мне элла подсказала что элла австралия подсказала что это знак удачи знак удачи что вдвойне приятнее у меня очень много сумочек поэтому я хочу сделать на самом деле с ближайшее время обзор этих сумок своих отдельное видео сделаем для youtube канала для тиктока тоже нужно такая сумка так зацепилась за карету убираю и достаю другую чуть поменьше тоже плетеная горошек бусины также латунная застежка все работает все открывается единственное что мне здесь придется немножко вот подклад подшить это гонконг простите вот так придется мне сделать дело в том что как бы я уже сейчас могу да конкретно сделать допустим три платья на четыре даже плетеных сумочки сейчас я покажу которую мне было куплено до этих и вот эти вот эта третья сумочка очень уж она такая антуражная конечно да сами видите размер такой хороший впечатляет трещины но ее это хуже не делает она просто прекрасно и вместе они все смотрятся замечательно и подобная сумка у меня уже была вот это посмотрите покажу вам ее заодно то есть я уже могу сделать конкретно четыре наряда в одном стиле допустим из льна так вот это кстати люцит вот этот материал люцит у меня есть невероятная сумочка которую я показывал она из люцит а крышка люцитовская но я ее пузу буду позже показывать сейчас вот только те покупки которые я сделал вчера вот и далее пойдет видео оставшиеся которые я записал вчера там уже в магазине ну не обессудьте я сам расстроился ну ну что делать бывает так познаем этот мир заново мир техники технологий всем приятного просмотра и до новых встреч звонок был не поэтому пришлось прерваться посмотрите какая шляпка элегантная какая деталь ничего сложного все очень просто ну как красиво но в принципе как и здесь бархатная челма и шикарай перо такой браслет сережечки здесь так вот насчет зонта зонт стоит 15000 кружевной моя мечта и коллекции ну когда-нибудь из рамы приобретаю такой так здесь у меня на полу тоже стоят башмачки здесь топы какие-то висят иду на следующую витринку евгения постаралась тут все разложил развешивала вот этот наборчик какой и несколько вариантов перчаток браслеты дамский рай здесь клатчи индия вот эта вышивка индия у меня есть пару шляп такого этого времени и такого как бы направления соломка с цветами это невероятно красиво это уже прямая история посмотрите какие штиблеты ведь это кто-то носил шляпка какая здесь украшение шикарная а здесь ткань шелк какой-то вышивка картина вот эти вот эти шляпки объемные очень красиво здесь их три штуки и к ним сумочки здесь тоже набора собраны кстати я в этот раз последний раз на плашинке купил бусы вот такая же схема только крупнее гораздо вот и вот эти штуки они гораздо крупнее схема тоже здесь кости с кости слоновые украшения так ну все я выхожу отсюда ну роскошь конечно роскошь здесь какие бусы висят в этом магазине кстати есть вот такие столы где можно снять но может снять любой товарищ кто занимается антиквариатом то есть арендовать сколько это интересно это я 3000 это я люблю все здесь уже более дорогие залы более дорогое все вот такие статы вот эта красота прям старенькая старенькая вещь и вот это это мне очень нравится конечно кажется интересно цыганка 7000 две одинаковых вазы это кто у нас наполеон ну все тут уже пошла роскошь все это заснять просто невозможно за один раз и рассмотреть красота светильники различные водопад здесь зажигалки трубки что тут еще вот в виде пистолет зажигалка по всей видимости тут что тут белочки перо писать видимо да бутылочки какие то здесь новый год здесь значки карты интересно таро есть таро не вижу христианство христианство так здесь у нас что здесь что-то жиденькое все разбросано по витрине это стаканы все таки или почти как вазы такой сервис есть кольца для салфеток ну и я красивый там может немного сонный так статуэтки по ушки на вижу вот этот сервис красивый конечно здесь еще один сервис такая шкатулка у меня есть набор курица петуха птица что-то мне жарко вот эта роскошная фигура танцовщица какая грустная собачка никто ее не берет не покупает тетерев такого я видел тетерева и здесь еще один в другом цвете здесь пушкин ленин здравствуйте а вот настало время посетить вот и мебель пошла мы здесь пообщались с девочками обсудили разные темы по поводу антиквариата по поводу того что сейчас не ценится ходит все рассыпается да ну что молодежь не ценит всю эту красоту и роскошь умерло много родственников возрастных да и молодежь распродает все за копейки а то и выбрасывает посмотрите какая роскошь мечта самка часы какие ну так вот молодежь и не ценит и выбрасывает а кто-то ищет конечно важно что вот это нужно показать это нужно показать не уменьшается чтобы показать во весь рост ну здесь вот дальше еще еще больше красивого всего на самом деле самый настоящий антиквариат посмотрите какое кресло вот мне интересно почему раньше делали вот такие низкие стулья то ли люди были ниже ростом то ли что непонятно столик со столом шикарный вот эти стулья очень вот это я люблю вот такое картины вот этот клоун клоун невероятный какой же он размеры здесь стеллажи с книгами вот в этом манекене одетым школьницу кто они были кто они были вот эти с этим галстуком пионер пионерка да вот когда я застал время когда нам повязывали вот эти галстуки вот как она сейчас выглядит то имена я так себя и чувствовал в детстве когда мне повязывали этот галстук так мне хотелось его стянуть по-моему это так нелепо выглядеть для чего это составляли людей вот насчет эти галстуки и где-то могут я ир糖 и с этим не хотела девать через год отменили вот это все нужно то есть аА ano на 7 галстуки да вот пошла роскошь пошла красота богатство и пусть ваше богемское стекло кто-то другой вытирает любимый фильм как же назывался эти хорошенькие а это же по моему это это кузнецов по моему эти оттенки шикарные я их наверное заберу все таки девушка забытым адресом фильм называется девушка без адреса не забыто вас без адреса так вот это я ищу за ручку взяла она хрустит надо поставить ее срочно быстро быстро здесь трещина я ищу такую меня есть такая тарелочка но я попытаюсь собрать набор кто это чья забыл уже стоит 5000 кстати а 500 рублей взял она хрустнутая вот это моя любовь вот эти два подсвечника очень красивые вот это вот это я люблю это мой товар молочника сахарница открывается нет не открывается одну знаю цену наверно дорого смотрите какой у вас зону ну вот у меня заканчивается память в телефоне поэтому я завершаю съемки ну думаю что я и так вам показал много интересного и сейчас еще попытаюсь что-то показать кстати у меня есть такой чайник здесь лягушечка как цветок держит а у меня просто сидит сверху попугайчики как аду похоже на ремошь это ваза в общем а вот для есть такие гуси стоят на кухне в общем кое-что я себе выбрал пойду пообщаясь еще с девочками они варят кофе пойду напрашиваться на кофе в общем как я говорил здесь можно арендовать 100 и продавать свой антиквариат свою коллекцию что-то то есть и занимается чем-то то есть здесь не один хозяин надо нужно показать вам этого разрушка голубя это кузнецов у меня такой есть квартет чехия шестидесятые годы какое-то стекло интересное не знаю что это стекло оно очень интересное бульонница 3500 горчичница европа 18000 серебро действительно достойная вещь гранат бронзовый здесь украшения какие-то прям старый голливуд автомобили сапожки ретро пингвинчик 75000 туфелька я здесь просто например в той же германии ничего не уходит просто то но в 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 Продолжение следует...